их вот так соединяю и сейчас буду продевать на поводок в ночь баловаться не будем двадцатка тонущий двадцатка подрезанный с поп-апом флюр всем привет приехали на дикаре ловить сазана и карпа хотим побить свой рекорд 10 плюс на этом водоеме давайте покажу как мы расставили лагерь здесь вот машина стоит моя здесь шатер давайте покажу как шатре все находится так как туда скос высокий я обычно стол вот этот ставлю вон там но его невозможно поставить то что он под углом он пазает поэтому растаял вот так с одной стороны раскладушка с другой стороны раскладушка вот здесь стул очень удобно зашел сел чтобы просто на раскладушке не так удобно сидеть на стуле там газовая горелка стоит дальше здесь два ствола ну все кто смотрит мои видео знает что нижний стол обычно это грязевой стол верхний чистый все что касательно там если поводки на верхнем лежат то соответственно они готовы к забросу если поводок лежит на нижнем столе то соответственно его нужно да ну как бы либо проверить а стартует либо так далее там разложил сумки соответственно здесь раскладушки помните рассказывал вам про шок лидеры как делать заготовки шок лидеров и перевязывать шок лидер в 10 раз быстрее если не смотрели можете посмотреть у меня и рилс и видео есть на канале это соответственно насадки пейджер соответственно который будем ловить давайте дальше покажу как у нас дальше располагать здесь стул стоит как на котором вот на улице сел посидел отдохнув очень удобная стойка самодельная для земли сделано от удилища у меня их три на данный момент но так как это один спот запасные удилища не ставил просто вот один спот стоит рядом я его не стал ставить там потому что ну далеко от палатки может местные кто не подойти подрезать и уйти так как здесь тень здесь рабочее пространство готовим прикормку соответственно четыре ведра три разных корма и одно ведро с бутылочками с баночками со всеми это было дальше здесь так есть полянка соответственно мы не стали ставить здесь шатер потому что удилища у меня вот здесь стоят но у напарника удилища в другом конце ну то есть озеро и мы поставили шатер посередине между нашими точками чтобы одинаково было ему и мне бегать здесь колышки стоят вот они между колышками 4 метра здесь мы клипсуемся очень удобно подсак лежит вот здесь я не стал второй подсак раскладывать потому что он у меня круглый им крупную рыбу не сильно удобно брать особенно в одного и он лежит посередине то есть у меня две удочки он там и две удочки вот здесь и он лежит посередине если клюнет там то я смогу спокойно могу подойти и взять а если бы я его положил например здесь то через вот этот куст не очень было бы удобно ходить здесь лежит мат для рыбы соответственно если оттуда взял рыбу то посередине между удилищами сейчас вот здесь доработал в траву всю обрезал камыши торчали все сделал ну как бы чтобы было идеально и не мешало но рыбу так как здесь обмелело очень хорошо вот 10 я иду там вода была в прошлый раз и там он видите мелко то есть чтобы рыбу взять надо метров наверное ну не знаю 78 зайти воду там будет по колено это вот этот . на каждую палку по одной . и вот здесь две палки вот здесь я тоже все вырезал с прошлый раз вырезал за пока прошло два-три месяца опять все заросло вот и соответственно вот два удилища одна . прям вот здесь вот под камышом в прошлый раз у меня две поклевки было но я делал на 21 21 22 метра а там и в какую-то корягу заводил сейчас я сделал на 15 метров затянул наглухо фрикционы кольца когда ловите на дикаре вот эта . здесь там какая-то коряга я затянул фрикцион эта . перед корягами фрикционы напрочь затянуты и обязательно коль кольцо ставите вот так чтобы если потянула чтобы рыба то есть она поднимет свингер например вот так и дальше начнет натягивать такого ну дальше тянуть и чтобы она не утащила этот какого удилища упираешь кольцом очень ну как бы помогает так ну как бы вот так прикольно когда сидишь не на платнике а вокруг кусты какой-то в кустах того как бы вот так только приехали соответственно с будем ловить расскажу максимально все про корм про насадки про поводки про все расскажу чтобы вы получили максимальную пользу и вам было максимально интересно давайте покажу на какую прикормку я буду ловить всю эту сессию сессия будет двое суток полноценных какая прикормка будет я выбрал четыре разных точки соответственно первая точка это которая под камышом я ее планирую кормить бойлами с зерновыми давайте чуть отступлю на этом водоеме я ловлю наверное 1 5 уже или 6 и на каждой сессии когда я делал точку чисто зерновые а именно пшеница вареная и кукуруза у меня всегда с этой точки практически стоя один раз только не ловил с этой точке у них не клюнула рыба там грубо говоря 90 процентов выездов с этой точки где чисто зерновые не залитые ничем клюет карп сазан поэтому исходя из этого так я знаю что зерновые хорошо работают то я буду в каждую точку добавлять зерновые это первое так как у меня четыре разных точки у меня сезона вот я пользуюсь ну все кто знает я пользуюсь редкарповской клубникой на всех водоемах и вот у меня я просто когда заказывал клубнику решил заказать пять килограмм сливы и вот у меня осталось два килограмма сливы это чисто будет экспериментально я буду делать одну точку на зерновых чисто зерновые вторая точка будет зерновые со сливой слива это без рыбной муки следующая точка будут зерновые с клубникой клубника у редкарпс она на рыбной муке то есть в составе содержится рыбная мука соответственно был более питательным и четвертую точку я сейчас не знаю либо я сделаю тоже на чисто зерновых либо не знаю миксану бойлы между собой и чисто на бойлах сделаю ну скорее всего сделаю на зерновых теперь давайте покажу как я буду делать например точку где зерновые бойлы где зерновые там понятно грубо говоря вот у меня сварено на всю сессию чтобы вы понимали у меня на четыре точки сварено килограмм полтора килограмма сухой пшеницы нет два килограмма сухой пшеницы и килограмм кукурузы даже наверно грамм 900 кукурузы в сумме это три килограмма когда варишь у тебя все разваривается и получается в районе пяти килограмм зерновых и я хочу потратить 4 килограмма бойл в сумме получается 9 килограмм корма на двое суток на четыре точки кормлю я с помбом не в завоз помню тактика кормления будет выглядеть следующим образом на ближнюю точку я буду давать бойла с зерновыми скорее всего будет это слива с зерновыми я буду заходить из ковша так как метров до 12 наверное глубина где-то вот так но я думаю метров шесть под камыш зайду так совком кину 23 совка максимум с утра и 23 совка в ночь следующая . 65 метров у меня коряги границы коряг 68 65 кормлю 66 ловлю перед корягами соответственно и и я буду кормить чисто зерновыми 3 . у меня 75 метров правее я ее буду кормить бойлами клубникой с зерновыми еще правее . 50 метров я ее буду кормить чисто зерновыми поэтому разобрались еще раз ближняк бойла слива с зерновыми зерновые следующая точка следующая точка клубника зерновыми и чисто зерновые какой пропорции я буду делать на точке с бойлами основа будет у меня бойла соответственно в этих в этих точках где-то 70 процентов то есть я буду два килограмма вот у меня сейчас бойла пятнашка до бойла я один килограмм я так предполагаю ловить блин даже наверно много давайте где-то цельными бойлами чтоб они так как я буду ближняк кормить очень мало три совка я делаю цельными чтобы когда корм подойдет они их точно дождались даже не буду думать целый килограмм крушить не буду килограмм бойлов и наверное где-то а кстати те кто не знает карповый магазин они очень любят ну в китае заказывать вещи под себя и продавать в 10 раз дороже вот набор совочек совочков такой у трекера стоит больше 1000 рублей что-то полторы тысячи рублей 3 совочка это самые удобные совочки для накладывания в спом которыми я пользовался на данный момент они удобнее даже чем сами спомбовые спомб продает совки которые по полтора рубля один совок они по моему мнению удобнее даже чем они маленький совочек под мидик миди x и под большой когда не надо накладывать полностью с горкой большой совочек с горкой наполняешь чик и сразу закрыл идеально средний совочек под большой спомб если с горкой полный набираешь будет он прям под завязку чуть чуть меньше чем полный в помп идеально закрывается и это для перемешки фикс прайсе данный фикс прайсе данные совочки стоит 63 рубля карповом магазине темно-зеленые только отличие полторы тысячи я сразу три комплекта купил и забыл килограмм сливы я высыпал цельная так как кормлю под берегом надо чтобы дождалась сто процентов карп когда подойдет и наверное дам два совочка даже 33 совочка перемешаю вы наверное сейчас просите а как же арома аминокислоты а как же там всякие добавки экстракты и хуякты честно вам сказать или или соврать все корм сделан конечно многим кажется что на такой корм невозможно ловить да как так нужно же сложный корм карпятники рассказывают корм должен быть супер 50 тысяч составной каждая частичка отвечает за разную область привлечения какая-то фонит какая-то лежит на хуй тень полную короче если хотите нормально ловить на дикарях поменьше используйте аромы вообще было бы мне кажется даже лучше если бы эти бойлы бы сейчас залить кипяточком на часик полтора потом слить воду и вот так перемешать тогда мне кажется эффективность была бы даже больше но посмотрим как будет так все больше я ничего не добавляю это касательно сливы что на на ближней точке следующий корм у меня будет клубника его я планирую сделать следующим образом я у меня 20 здесь 20 бойл 21 его я планирую на четвертинки порезать пачку и вторую пачку покрушить для чего я крушу для того чтобы сделать мелкую фракцию так как на среднюю точку я буду чуть побольше кормить вот и поэтому буду добавлять мелкую фракцию чтобы там карась подойдет ли не подойдет как я линия поймал на этом озере на прошлом выезде хорошего больше более килограмма поэтому я четвертинки дам чтоб они сто процентов карпа дождались потому что карась вряд ли четвертинки съест и килограмм покрушу но я крушить буду не в пыль а крушить буду образно в крушу сейчас покажу как давайте вот это круша которая крушит бойлы я кладу сюда накрываю это сдавливаю чуть и пол оборота делаю все пол оборота сделал и высыпаю и получаются вот такие вот частички где-то половинка практически где-то четвертинка где-то мелкая фракция но в основном фракция половинка от четвертинки где-то и мельче для чего такая фракция нужно не многие это объясняют либо ну как бы они это сами не понимают ну и поэтому не объясняют либо просто не хотят это объяснять так как ну я считаю что это важный момент в ловле смотрите когда вы крушите бойлы например у вас получается где-то четвертинки где-то половинки где-то восьмиринки десятеринки и так далее и все мельче мельче фракция есть кто-то говорит что вот мелкую фракцию нужно добавлять чтобы когда ветер либо не ветер у вас она в толще воды и и сносит уносит куда-то на другой конец озера там карпу кушает эту частичку и говорит о вон там этим кормом кормят я плыву туда это галлюцинации мне кажется людей по моему мнению почему хорошо крушить и чем это помогает в ловле когда вы например сделали корм вот например вот как сейчас я до килограмм перекрушу килограмм четвертинок сделаю когда вы с помпом кидаете в точку образом 80 метров на плетне кормите у вас он падает на 80 метров ровно условно упал на 80 метров у вас в спомбе есть четвертинки есть половинки есть восьмиринки десятеринки 15 ринки маленькие частички и все будет зависеть от глубины если глубина к примеру там два метра возьмем среднестатистический водоем там россии и стран снг 2-3 метра глубина то у вас на 80 метров четвертинки половинки скорее всего упадут в радиусе но она пока будет приземляться она вперед чуть идет одна назад правее левее но у вас пятно будет если вы прям в одну и ту же точку быть попадать чего сделать нереально но по дистанции 80 метров до если вы кормите вас помп сто процентов дальше не улетит на плетне и вы будете кормить давайте берем чисто дистанцию именно не вправо-лево потому что вы точно кто-то кормит точно кто-то левее правее правее кидает так далее у вас на 80 падает спом половинки четвертинки дальше метра мне кажется на глубине два метра вряд ли уйдут ну то есть при при приводнении на дно они вряд ли метра уйдут дальше но может полтора метра уйдут конечно это все будет зависеть от ветра который дует течение какое там волна идет будет либо больше либо меньше ну мне кажется больше там например даже сильный ветер больше там трех метров вряд ли его будет сносить давайте возьмем просто условия что ветра нет вот просто упала 80 метров четвертинки половинки упали на 81 край да например восьмеринки там дистеринке так они мельче и они могут их больше например могут сносить они упали на 81 там с половиной два метра например разлетелись вот так они легче там еще мельче пыль там на 83 упала и вы например ловите вы клипсуете 80 спом да а рабочее удилище тоже клипсуете 80 и меткой меткой на леске можете посмотреть у меня видео на канале как ловить много рыбы с меткой вот если вы будете ловить с меткой я вам гарантирую что вы начнете ловить карпа значительно больше чем вы ловили до этого когда вы будете осознанно понимать где ваша оснастка лежит где ваш кор и вот у вас например вы 80 кормили у вас мелкая фракция разлетелась до 83 вы клипсуете например рабочее удилище на 80 ставить метку на 80 и и выпускаете и когда вы забрасываете ваша метка ваша оснастка например лежит на 83 83 метра выводите к примеру на одиночный тонущий бойл на вафтер на любую насадку выловите и представляете вот когда карп плывет например фронтально подходит у вас создается максимальный пищевой сигнал от вашего корма который разлетелся да там каким-то пятном но на дистанции там 83 84 нету крупных частичек которые будут создавать конкуренцию вашей насадки то есть пищевой сигнал сильный а корма нет ну то есть именно на 83 4 и карп на него идет но там лежит ваша оснастка либо вафтерс который болтается выделен цветом он ну как бы с высокой долей вероятностью его возьмет либо тонущий который лежит частичек нет и лежит там 20 тонущий например там 24 или 15 то есть который на фоне пустого дна он вне конкуренции лежит а если он еще лежит со стиком еще более еще большей вне конкуренции то есть с высокой долей вероятностью карп его возьмет и поэтому мелкая фракция в корме обязательно должна присутствовать даже если вы ну по моему мнению там на дикаре хотите кабанов там ловить супер больших обязательно там не знаю килограмм половина четвертинок пол килограмма крушенок также и мелкие зерновые пшеничка она также разлетаться будет чуть пошире она будет лежать ну либо будет лежать там 5 пшеничек образно либо один бойлик там 20 будет лежать ну с высокой долей вероятностью карп возьмет 20 потому что ну это он будет выделяться и по размеру по ароме потому что бойл будет создавать намного больше пищевой сигнал чем 5 там или 10 даже тех же пшеничек и либо у таких мелких частичек понимаете и поэтому будет с высокой долей вероятностью карп будет брать ваш насад а если вы еще бойл выделите например цветом на каких-то водоемах это лучше работает на этом водоеме это хорошо работает вот ложь тонущий есть поклевки а ложь тонущий с желтой шапочкой чаще поклевки если вы еще и цветом будете выделять то соответственно еще повышите повысите вероятность что карп быстрее возьмет и так далее наверно многим мои такие длительные рассуждения не интересны но я считаю что данные рассуждения намного эффективнее чем снимать фильмы свои как вываживаешь рыбу или как ты жрешь картошку там в шатре понимаете и я считаю что лучше рассказать вот эту базу основу чтобы у вас стало лучше понимание ловли и исходя из этого вы начнете ловить намного успешнее поэтому я не снимаю всякие вываживание там с рыбой разговоры и так далее надеюсь это было полезно вот именно рассказ про корм и как я вижу само кормление если это было полезно дайте обратную связь в комментариях чтобы я понимал рассказывать больше таких моментов либо просто быстро сказал пол килограмма бойлов 2 килограмма зерновых смешал и все и закинуть а мы ловим дальше если вы смотрите меня впервые то вы скорее всего не знаете что вы можете оставить любой комментарий на тему карпишинга под любым из моих видео и я дам вам развернутый ответ либо текстом либо видео ответом своих фильмов так что не стесняйтесь пишите также если не подписан на канал подпишитесь это будет благодарность от вас для меня очередной вопрос подписчик оставил под моим видео чтобы я рассказал все о лове о ловле в корягах это как никак актуально так как мы здесь на водоеме ловим и некоторые точки находятся в корягах давайте я расскажу как мы ловим и что мы делаем из практики не из теории из практики первое это маркерение когда вы маркерите коряги обязательно нужно вот например вы кинули маркер тяните тяните коряги коряги закончили поставили клипсу вымотали отбили на колышках отмерили дистанцию я всегда рекомендую коряги маркерить без попуска потому что вероятность потери поплавка будет великое а ну как бы сейчас поплавок стоит полторы тысячи или две тысячи уже рублей вот поэтому ставите просто грузик маркерный им прокидываете определяете границу коряг выматываете отбиваете например получается 80 метров очень важно это сделать несколько раз и следующий момент тогда вот например вы определили по направлению на определенный там столб например да на 80 метрах заканчивается коряга коряги обязательно нужно кинуть левее правее хотя бы по пару метров чтобы вы точно знали что у вас коряги закончились либо они линии идут чтобы не получилось так что например на 80 метров коряги закончились а если вы кинете левее то они заканчиваются как бы на 75 и когда вы будете забрасывать оснастку если она упадет чуть-чуть левее туда куда вы бросали вы думаете ну там же все нормально коряги на 80 закончили и соответственно вы пойдете прям в корягах у вас остатка полежит корягах там всю ночь и вы даже об этом не поймете утром вымотайте она в зацепе вот так было у меня когда я ловил вот там поленился вечером маркерился уже темнеть начинало быстро протянул луч не проверил и оснастка всю ночь пролежала в зацепе чтобы вот этого не было обязательно когда маркеритесь не только направление пробиваете но и левее правее следующее использовать леску или использовать плетеный шнур конечно если есть возможность использовать плетеный шнур на рабочих удилищах лучше использовать плетеный шнур потому что он не тянется и соответственно у вас при поклевке карп у карпа не будет возможность заводить коряги но также можно использовать и лески ну конечно если вы ловите там на дистанциях 200 метров перед корягами на леске вообще без вариантов ловить если конечно дистанция до коряг там 40 метров 60 метров можно ловить на лески 0 35 я думаю на 60 метров не так сильно потянется вот но идеальный вариант конечно плетня дальше кормление по своему опыту знаю вот например коряги заканчиваются на 80 метров очень эффективно кормить максимально близко корягам насколько это возможно я делаю я кормлю 3 метра до коряг потому что всегда вот например коряги заканчиваются у вас потом еще идет метр три-четыре-два метра твердое дно потому что карп вокруг коряг патрулирует постоянно и питается из-за этого там всегда выбитое дно и вот например у нас здесь у меня коряги начинаются заканчиваются на 78 я кормлю 75 а ловлю 75 либо на границе либо 76 2 метра до коряг у меня леска 031 если долго бежишь на поклевку карп даже заводят в эти коряги следующий момент по фрикам я считаю что фрике нужно затягивать наглухо потому что если вы не затянете фрик наглухо у карпа будет возможность вытравить леску он сто процентов зайдет в эти коряги еще один момент вот первое кольцо на удилище очень эффективно чтобы карп не утащил вашу удочку первым кольцом упирать его в сигнализатор я вот упираю сигнализатор и тогда если он даже начнет тянуть и будет стягивать удилище он упрет в сигнализаторе и будет ему намного сложнее стянуть удилище и у вас соответственно будет время добежать и ну поднять удилище и из-за того когда вы затягиваете фрик карп чаще всего чувствует что он не может идти дальше и он автоматически начинает уходить по дуге и всплывать и в этот момент когда он вы подбегаете удилище вам нужно удилище поднять и максимально его профорсировать первые на 10-15 метров чтобы вот он с поверхности потом не ушел опять на дно и вам нужно его форсировать чтоб он шел по поверхности если есть возможность форсировать до самого конца лучше форсировать до самого конца потому что у меня также опять на этом водоеме был случай я его оторвал от коряк подтащил думаю ну все здесь вроде бы коряк не было он погрузился на дно и нашел хоть коряжку замотался за коряжку все рыба потеряно оснастка потеряно чтобы вот этого не было лучше максимально форсировать по монтажам я ну как бы при ловле в корягах не меняю монтажи я ловлю на скользяк как и всегда скользяк на безопасной клипсе практически 100 процентов случаях я его использую соответственно чтобы вам рыбу форсировать и она меньше отваливалась при ловле в лучше использовать чуть больше крючок чтобы он был чуть помощнее и как правило на большем большего размера крючок лучше засекается то есть у неё зев больше он лучше засекается карпа и соответственно вероятность ходов понижается я думаю если вы примените все вот эти советы которые я дал этого будет более чем достаточно чтобы успешно ловить в корягах а мы ловим дальше ну что давайте сделаем насадки на ночь днем половили ни одной поклевки не получили через где-то два часа будем закармливаться в ночь и на всю ночь будем забрасывать так как ночью мы не перезабрасываемся смысл наставить маленькие насадки поп-апы ну я не вижу ты можешь например там были попав ты можешь поймать рыбу на это но скорее всего ты поймаешь более мелкую рыбу чем крупную но это все так же это наши галлюцинации что чем если маленькая насадка только лет только маленькая рыба я не хочу просыпаться ночью на поклевку там конь карася линя поэтому я на ближнюю точку поставлю те же вареные бойлы которые я закармливаю а я закармливаю ну вы видели кругляком и соответственно так как у меня в корме вот круглые 15 миллиметров слива то на что чем кормлю на то и ловлю я просто беру у меня просто нет двадцать первых двадцатых бог я поставил бы 20 но так у меня его нет у меня две пачки 15 приходится ставить 15 я просто подрезаю одну пятнашку и вторую их вот так соединяю и сейчас буду продевать на поводок поводки я использую двух видов на дикаре мне очень нравится ловить на мягкий поводочный материал короткий поводок 12 сантиметров и крючок лонг шенк оснастка поводок называется blowback рик крючок колечко вот здесь и волос можете в интернете посмотреть blowback рик получилось вот такая насадка видите волос относительно короткий я люблю покороче потому что мне кажется когда карп всасывает а еще если осторожно всасывать если будет короче волос то с большей долей вероятностью случится поклевка чем когда будет длинный волос это на точку где у нас ближняк следующая . у меня зерновые туда я поставлю клубнику не хочу кукурузу ставить в насадку я пойду от обратного поставлю так как пшеница и кукуруза это маленькая фракция то бойл вот такой 20 будет на фоне этой фракции очень сильно выделяться и соответственно ну как бы он будет ну как бы более предпочтительным карпу взять так как он будет более большой плюс я сейчас его еще выделю цветом ветер дует конкретно выделю цветом желтым таким же как кукуруза чтобы у карпа было меньше опасений своего поймаю кстати забыл набрал и забыл так как я считаю что на дикаре вероятность ну того что карпа пасается аромы высокая я войлы перед забросом буду вымачивать вот был сделали вот здесь есть емкость с водой из водоема просто кладете и перед забросом там 35 часов держите но мы будем перезабраться через два часа два часа на три будет лежать следующая насадка клубнику взял мне нужно выделить цветом я беру пупап желтый он никак не будет влиять на презентацию потому что у него не будет хватать плавучести поднимать но половинку по папа я отрезаю он будет он будет вот так вот просто перевернет был начать я покажу какая презентация будет на этой точке я буду ловить тоже на поводок на мягкий поводочный материал с лонгшенком крючком крючком поводок blow back rig также ставлю удлинитель сейчас покажу как все будет получаться вот получилось вот так волос такой же не сильно длинный обводу проверяем как он будет ну как я предполагал что просто бойл вот так чуть-чуть переворачивает и все он облегчает бойл и карпу карпу просто будет проще засосать данный монтаж также данный поводок также кладу его емкость водой он лежит следующая точка у меня будет где я ловлю на клубнику с получается зерновыми я туда ставлю тонущий 20 одиночный тонущий без выделения цветом просто вот соло бойл говорят так как на этом водоеме очень хорошо работает одиночный тонущий поэтому я и особенно клубника я вот на прошлый раз ловил на клубнику то я их и ставлю в насадку я не экспериментирую потому что я уже имел хороший опыт ловить здесь на клубнику зачем мне что-то придумывать все вот такой поводок быстро сделал и четвертый поводок я сделаю точно такой же только на флюре этот же поводок то же самое опять воду и 4 поводок я сделаю точно самая клубника обрежу и поставлю вторую половинку пупа по сюда и это будет на четвертую точку но бывают такие случаи что в ночь насадка хорошо работает а днем она вообще не работает поэтому тоже об этом помните и никогда не ставьте все четыре насадки одинаковых которые работали ночью на день ну что хотел сейчас уже начинать закармливаться вечером клипсовал подъехал санечек клипсовал ему палки чтобы быстрее собраться слышу пили 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 а пейджер лежит там пейджера не слышно хорошо на сигнализаторах звук был поднимал кабанчик вот такой клюнул сейчас покажу с точки 65 метров и хоть 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 братишка ты чё такой наверно kill 8 точно есть о очень хорошо засекся отработал надеюсь что ночью придет бабушка его дедушка сейчас мы взвесим и посмотрим сколько он весит афиксилась 8 940 это минус сумка кило 200 сухая 8 940 но 9 7800 короче кабанчик сейчас его отпускаем сразу вот сюда наверно будем отпускать его пойдем к санечка самый главный принцип поймал отпусти тихо 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 такой кабан полтинник красава ну что все очень прикольно складывается только приехал санечек я ему клипсу и удилища пока он там ставит рут под сигнализаторы подключает что все побыстрее сделать до темноты забросится клипсую здесь удилище и у меня палка уезжает я слышу пейджер не слышу а слышит на сигнализаторах пик 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 и свингер натягивает а катушка то затянута фрик он тянул до конца я все бросаю и карпа вот взяли 7800 красивый такой усы длинные зеркальный просто кайф вываживание было ну сильно не сопротивлялся но как бы по дуге вот так походил отработала 65 метров точка что самое удивительное в прошлый раз я когда приехал она вообще молчала двое суток ноль а сейчас она первая срабатывает посмотрим как будет дальше сейчас ночь будем кормить по кормлению как я и говорил план остается тот же 5 помба в точку в каждую точку по 5 помба на ближняк я думаю 2 совочка дам еще потому что там цельные кругляки 15 я думаю этого будет более чем достаточно чтобы получить хотя бы одну поклевку напоминаю цель поймать 10 плюс от нуля ушли это уже самое важное задание выполнили дальше думаю уже будет попроще сейчас ночь поставим крупные насадки которые показывал и дай бог ночью все срастется и мы с утра выйдем с приятной новостью в эфир и покажем вам другого кабана недавно прочитал комментарии под моим видео подписчик спрашивает чтобы я рассказал все о ловле на дикаре как выбирать точки как располагать удилище сколько кормить и так далее это очень резонный вопрос так как мы сейчас находимся на дикаре и давайте я расскажу как делаю я а вы уже что-то измените что-то подстроить и под свои условия мне очень нравится дикар тем что ты можешь приехать и встать в любое место которое ты посчитаешь правильным для ловли в данный момент времени на платнике так сложно сделать потому что сектора занимают и ты приезжаешь туда и становишься туда где свободно часто бывает такое что ветер дует трое суток в один угол и ты понимаешь что рыбу скорее всего уже согнала туда а ты звонишь на платник а там хоп и занято и смысл ехать если вся рыба там а тебе предлагают сектор с другой стороны ну сидеть прикуривать то же самое и на дикаре первое что ну как бы я отслеживаю единственный какой показатель это ветер желательно 3-4 дня до приезда смотреть ветер и куда он дует если ветер дует в одном направлении трое суток до вашего приезда и на момент вашего приезда тоже будет дуть с высокой долей вероятности становитесь туда куда дует ветер и будете ловить намного успешнее чем вы сядете в противоположный берег сбоку и так далее давление фазы луны так далее я не отслеживаю это первое по выбору точек я считаю что если ложь на дикаре нужно выбирать максимальное количество точек почему потому что у тебя открытая акватория ты можешь ловить левее правее прямо куда хочешь бросать это не платник что у тебя есть сектор заброса куда ты можешь бросать и выходить из него ты не можешь и поэтому чтобы увеличить шансы на поимку карпа сазанатом амура идеально делать по одной точке на каждое удилище чем это выгодно первое вы например выбираете первую точку и ошибаетесь да вот например как классика делают делают две точки а если вы вот выберите эти точки от маркеритесь и примите неправильное решение и выберите эти две точки там где карп не появляется либо он появляется очень редко и когда вы туда забросите еще удилище удилище создадут прессинг корм и удилище создадут прессинг на рыбу и она отойдет и она вообще там не паяет и вы можете прикурить на раз-два вот чтобы уменьшить шанс прикурить я делаю всегда четыре точки то есть как правило ближняк прям под ногами до 20 метров какая-то . там в районе ищу в районе 40 60 70 и следующую точку ищу как правило до 100 метров чтобы вы поняли на дикаре дальше 100 метров заброс я не ловлю завоз я не ловлю вообще но в заброс на дикаре дальше 100 метров я не ловлю ни разу не ловил и тьфу тьфу никогда не буду ловить если мне нужно будет ловить дальше 100 метров ну как бы это только завоз вот чтобы быть максимально точно кормить и максимально точно ловить соответственно точку ищу до 100 метров следующую и четвертую точку как правило увожу правее либо левее и стараюсь точки делать максимально широко чтобы каждая точка друг от друга была хотя бы ну не знаю 50 метров если она по дистанции например может быть там вот у нас сейчас одна . располагается под ногами под камышом следующая . 65 метров следующая . 75 метров но 65 и 75 65 сюда заброшено а 75 сюда заброшено то есть вот так углами и между точками на метров ну не знаю 70 наверное где-то вот так одна на другую точку ну никак не влияет и вы тоже имеете это ввиду особенно когда ловите на небольших водоемах где маленькие водоемы там максимально широко надо раздвигать точки чтобы каждая . друг на друга не оказывала пресс по выбору точек понятно максимальное количество точек какой плюс это еще дает когда у вас точке в одной лежит две палки 2 это создает прессинг на рыбу вот очень часто бывает такое что в точке лежит две палки . не клюет одну палку убираешь палки клюют это очень хорошо отслеживается на соревнованиях на дикаре это очень сложно отследить потому что плотность рыбы очень низкая и ты можешь ну как бы и даже с одной палки прикурить а на соревнованиях это очень хорошо отслеживается ты ловишь на одну палку в точке у тебя палка клюет 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 вторую кидаешь в эту же точку Точка замолкает Вот просто необъяснимо это Как и за чего это Я не могу это объяснить Скорее всего рыба начинает бояться И все Вторую палку убираешь, опять начинает плевать И соответственно на дикаре я думаю Что две палки в одну точку Но это вообще очень Очень опасно делать И поэтому я всегда стараюсь делать Одну палку на одну точку Бывает что ставлю две Но это я делал раньше Когда не было столько опыта И сейчас ушел Одна точка, одна палка Второе по корму На дикаре, если на дикаре рыбу не кормят Ну то есть если Бывают дикари, знаете такие как платники На дикаре приезжаешь и там По два, по три Кормятника сидит постоянно То тогда там можно кормить И бойлами, и арому заливать И так далее вообще без проблем Потому что рыба приучена Если на дикаре очень редко кто ловит на бойлы Либо это река, где рыбу нельзя приучить Потому что очень большая площадь воды И там рыба Сегодня она здесь А завтра она два километра, три километра По течению может уйти Поэтому Если это прям дикарь, где очень мало ловят Лучше не использовать Арому Бойла Ну там Не заливать аромой Там меласами всякими Я вот честно говорю Ну многие очень любят Потому что меласа стоит там 50 рублей Литр И ей там льют без остановки Я считаю, что этим можно убить точку Как я делаю Я делаю зерновые Это пшеница и кукуруза И бойла На этой сессии точно так же все Пшеница, кукуруза, бойла Все Очень часто бывает такое Что пшеница с кукурузой Работают точка А где бойлы добавлены Не работают Вот именно поэтому Я бойла вот Насадочные вымачиваю Видите, вода уже покраснела Вот через 2-3 часа Буду забрасывать в ночь Насадки уже вымаченные Чтобы насадка была С минимальным количеством аромы Дальше, что касается перезабросов Я делаю на дикаре Следующим образом поступаю Именно на этом Активность основная До где-то 11 утра И потом в 5 бывают поклевки И бывают и в основном ночью Поэтому я перезабрасываюсь Утром просыпаюсь Там 8 Перезабрасываюсь Чтобы вот эту активность До 11 поймать Потом, как правило Не перезабрасываюсь Часов до 2 И под поклевку Опять перезабрасываюсь Чтобы бойл полежал Еще вымылся И под 5 часов Чтобы с большей вероятностью Получить поклевку Не дергаю палку До 6 часов Всегда нужно перезабрасываться Если вы знаете Периоды поклевок рыбы Вот эти периоды Например У вас там Клюет у меня до 11 часов То я перезабрасываюсь Утром Чтобы до 11 часов Чтобы я знал Что можно было перезаброситься И ночью Вечером перезабросился А у тебя оснастка Всю ночь пролежала Ее не трогать И до 11 часов Но за ночь Ее мог уже Плотва Карась Там линь Лещ Запутать И она у тебя лежала бы Не в боевом положении Соответственно Я перестраховываюсь И достаю И перезабрасываюсь И потом я знаю Что в 5 часов поклевка Я перезабрасываюсь В районе 2-3 часов Чтобы за пару часов До момента Активности рыбы И жду Если случается поклевка Хорошо Не случается поклевка Опять В ночь перезабрасываюсь И ночью я не перезабрасываюсь На дикаре Всегда нужно перезабрасываться Под периоды активности рыбы Если вы эти периоды активности Не знаете Ну не знаю На дикаре я перезабрасывался Раз в 4-5 часов Вот утром, в обед и под ночь И ночью не перезабраться Это вот так По насадкам я вам рассказал, показал Какие насадки использую Объяснил почему это я их использую Все подробно, понятно Если вы не подписаны на канал Подпишитесь, потому что много людей Смотрят видео А на канал не подписаны Это будет от вас мне благодарна За мои видео Мы ловим дальше, надеюсь поймаем Кабана 10+. Оттарили весы Минус кило 500 сумка Кабан Ну давай, давай Как думаешь сколько? 8,570 Чистого веса кабанева Ну давай покажи В листик да все? Нормально, жирный Жирные такие Опа Всем доброе утро Ночь прошла Тихо, спокойно Было Две невнятные поклевки У моего напарника Но как бы Без рыбы То есть Пропищало Он поднял Что-то провоживал Непонятно Либо в берег шла Либо Рыба Какой-то линь Там карась был Непонятно Сейчас какой план Мы сейчас варим корм И в каждую точку Дадим по 5 спомбов Днем будем ловить На более легкие насадки Либо в авторсе Попапы Потому что Ну как бы Ночью мы поставили Такие огромные 21 бойлы Ну как бы Я не привык ловить Просто на такие бойлы И не получили Ни одной поклевки Вот Днем половим На более легкие насадки А в ночь Уйдем Наверное Поставим Ну как бы Поставим уже Опять Тонущие Но Я думаю Мы уменьшим их До размера 15 Не будем 21 ставить А будем ставить 15 размер Потому что Ну как бы Активности ночи не было Еще что стоит заметить Вчера было Очень тепло Очень тепло И единственный Раз на этом водоеме Вот сколько я ловлю Я единственный раз Видел Выходов рыбы Столько Сколько Порой не бывает На платном озере Вот как потемнело Как начало плескаться Да даже не потемнело Еще даже Днем Плескался Все озеро Такие хлопки Бам 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 Я до этого Ловил 4 или 5 раз На этом озере Я ни разу не видел Выхода рыбы Вот отчетливо Вот так Либо прям под берегом Где-то слышал Прям отчетливый Выход карпа Либо видел Ни разу Вчера их было столько Что даже не надо было Прислушиваться Просто хлопало По всему водоему Возможно Это как-то повлияло На Ловлю Может быть Рыба Просто перестала В этот момент питаться И не из-за того Что там Что-то с кормом Либо с насадками И так далее А просто Она перестала питаться И Сегодняшний день И ночь Покажет Ну как бы Так ли это Или нет Я думаю Что рыба Больше суток Вряд ли будет Не будет питаться И с утра Случилась поклевка У Сани Он уже поставил Попап На одну палку И попап Сработал И Он взял Карпа На 8 8 600 По-моему Чистого веса Мы обнулили сумку На 8 600 Чистого веса Взял Зеркальный карп Такой Сазан Ну сейчас Корм доделается В каждую точку По 5 спомбов Дадим И Будем Соответственно Смотреть Ну Перезаброс Раз Наверное В 3-4 часа Поставим Легкие насадки И Будем смотреть Кстати Вот сейчас Мы варим кукурузу И очень часто Пишут В комментариях Как правильно Варить кукурузу Чтоб она была мягкая Я с этой проблемой Раньше сталкивался Сколько не варил Ее 3 часа варил Ее 4 часа варил Она все равно Не становится мягкая И Секрет Вообще Очень прост Вы берете Кукурузу Нужно варить В скороварке Либо скороварка Либо афганский казан Либо еще В чем-то Вы Хорошо промываете Кукурузу Наливаете Ну Образно Как правило Кукуруза Вымещает Ну Если кастрюлю У вас Пол Половину Насыпаете Кукурузу Половину Водой Заполняете Доверх Вот Но это Если про скороварку Берем Например Вот я Мы сейчас Варим 6-ти литровой Скороварки Советской СССР Вот Вы хорошо Промываете Кукурузу Я лично Промываю Раз Наверное 5-7 Очень хорошо Руками Мести Промываете Чтобы Вот эту Всю химию Которые Покрывают И вот этот Белый налет Смыть С нее После чего Заливаете И на 1 кг Кукурузы Я добавляю 250 грамм Сахара Кто-то Добавляет Больше Кто-то Добавляет Меньше Я добавляю Так Она Получается Очень сладкая После чего Вы закрываете Крышкой Скороварку И Ставите На огонь Как только Из-под Клапана Начинает Ити Свист Ну То есть Вода Закипела Все Начинается Кипение Как правило Это проходит В районе 30 минут После 30 минут Вы ставите Таймер На час Либо Час 20 Лучше Час 20 На час 20 Ставите Таймер И Что самое Важное Когда вы Она Сварилась Вы Не Выключите То есть Снимаете С плиты И ни в коем Случа Не стравливаете Давление Вам нужно На пару Часов Оставить Эту кукурузу Прямо Скороварки Которая Стенка Вот Это Так Что Пользуйтесь На здоровье Я думаю Многим Будет полезно Всем привет Давайте Расскажу Что проходило Вчера Вечером И так же Ночью Вчера Вечером Вышел В прямой Эфир Вконтакте Чтобы Поотвечать На вопросы Своих Подписчиков Хотел Выйти В Ютуб Но В Ютубе Не получилось Выйти В следующие Разы Хочу Выходить В Ютубе Потому что У нас Здесь Интернет Слабый И он Не тянул Эфир Из Ютуба Вот Отвечаю На вопросы Подписчиков Общаемся И в прямом Эфире Паровоз Бегу Подсекаю Рыба Есть Все Выважив Выважив Полпути Выважив Саня С телефоном Выходит Чтобы снять Ну Вываживание Подходит Ко мне И рыба Отваливается Как бы Карп Не сказать Что там 10 плюс Был Но Кил Наверное До десятки Точно Был После чего Тишина Мы закармливаемся В ночь И за ночь Не получаем Ни одной Поклевки Объяснения Этому Сто процентного Нет Но Есть косвенное Озеро Состоит Из двух Чаш Здесь Чаша Такая Гектара Наверное 7 Наверное И с другой Стороне Чаши Гектар 7 Как бы Вот такие И Мы стоим На этом берегу А на тот берег Приезжает Какой-то Карпятник С корабликом И начинает Веером Развозиться Вот так Ну то есть Близко к нам Короче Мы не стали Ругаться уже И Я так понимаю Что Это Могло Ну Сыграть Злую шутку Потому что Ну Озеро Дикое Плотность рыбы Маленькая И Тут У Сани Четыре удилища Там стоит В ту сторону У меня Четыре удилища В эту сторону И с той стороны Еще четыре удилища И перекрыта Вся чаша Грубо говоря Мне кажется Рыба просто На рыбу Создала прессинг И она вышла С этой чаши Ну как бы Либо Отошла куда-то Потому что Еще и ветер Дует В ту сторону Уводят В ту чашу Соответственно Может быть Она туда И всю сдула И от прессинга Она тоже туда Ушла Не знаю Потому что За ночь Не получили Ни одного Пика Если в ту ночь Хотя бы Пикало что-то Там Поклевки Какие-то Были Холостые Или какие-то То В эту ночь Вообще Ни одной Поклевки Не получили Поэтому Как бы Вот так Результат Сессии Я поймал Одну рыбу У меня вчера Был один сход И Саня Поймал Одну рыбу Но от нуля Ушли Цель 10 плюс Не выполнили На следующий сезон Думаю Нужно будет Обязательно Вернуться сюда И закрыть Эту цель Какие планы В дальнейшем Сейчас Через Сколько сейчас Первое Через 9 дней Лечу в Краснодар На Кубок Каневского Будет 52 команды Будем соревноваться Вот И это будет Закрытие сезона Скорее всего После Каневского Я уже никуда На рыбалку не поеду Поэтому На следующий год Цель Три этапа Кубка России Будем Стараться Выполнить Мастера спорта Мне Потому что У меня КМС есть Мастера нет Вот И Если будем достойны То С удовольствием Поедем на Чемпионат России Вот Как бы так Спасибо что посмотрели Это видео Если не подписаны На канал Подпишитесь Поставьте лайк Давайте максимальную Обратную связь Для меня это полезно Задавайте вопросы Буду отвечать вам Также в следующем году Хочу Побольше Выходить в стримы И отвечать на вопросы Чтобы было живое общение Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok